Почему мы здесь? А почему мы здесь? Мне кажется, что более правильный был бы вопрос, почему вас здесь нету. Вот это такая была бы более правильная вещь. Мы здесь находимся, потому что мы не согласны с политикой, которая проводится в нашей стране. Мы не согласны с тем, сколько в этой политике лжи, сколько в этой политике обмана, пропаганды. Сколько в этой политике фальсификаций, воровства. Мы с этой политикой не согласны, поэтому мы находимся здесь. Мы требуем освободить немедленно всех, кто задержан, закрыть все уголовные административные дела, связанные с протестами, не только в Москве, но и по всей стране. И, конечно, мы требуем зарегистрировать всех кандидатов, которых таким странным путем отстранили от участия в выборах. Поэтому мы здесь. И мы хотим, чтобы каждую субботу москвичи не опасались приехать в центр своего города и пройтись по своим бульварам. И мы считаем, что все эти события, связанные с насилием, арестами, запугиванием, они произошли потому, что власть категорически отказалась от диалога. Путин отказался от диалога. Москва отказалась от диалога. И отсутствие диалога, отсутствие желания слышать, чего хотят люди, привело к столкновениям, привело к тому, что десятки людей сегодня находятся в заключении и им угрожают огромные сроки. Только потому, что люди хотели быть услышанными. Мы протестуем против этого. Мы считаем это недопустимым в нашей стране. Вот такова наша позиция. Поэтому мы пришли сюда. У вас плаката приедет? У меня плакат на лице. Поддержим те плакаты, которые здесь есть. Это члены, в том числе, партии «Яблоко». Сегодня пикет организуют. Я думаю, они с нами поделятся плакатами. Соблюдайте Конституцию. Соблюдайте нашу Конституцию. Это лозунг советских диссидентов. Первый раз в 1965 году, недалеко отсюда, на Пушкинской площади, продемонстрировали. А в годовщину этого события, 50-летие, в 2015 году, мы вышли с таким же лозунгом на ту же Пушкинскую площадь, требуя это от российских властей. И нас всех задержали. Мы сидели в кутузке. За то, что это было в день Конституции, вот с этим лозунгом мы вышли и нас всех посадили. Так что вот лозунг имеет длительную историю. Вас не исключение, что диссидентки – это вера отступника. Но, знаете, если это отступник от той веры, которая насаждалась насильственным путем в Советском Союзе, то я вместе с такими отступниками. И такими отступниками, которые сегодня с десятками тысяч выходят на площадь Сахарова или на Бульварное кольцо, я тоже вместе с ними. Это отступники от лжи, лицемерия и насилия. С ними быть приятно в одной компании. Я думаю, что на следующей неделе мы найдем другую форму какую-то протеста. Я думаю, она будет более массовой. Сегодня мы объявили только одиночные пикеты. Это не предполагает большого количества людей. Через неделю, ну, посоветуемся, возможно, будет какая-то другая акция с большей массовостью, где граждан будет больше, чем журналистов. Вот сейчас это пока не так, но ничего страшного нет. Я считаю, что уже протест повлиял серьезно. Не на власть он повлиял. Он повлиял на общество. Общество принимает протест. Даже официальные социологические опросы показывают, что общество согласно и поддерживает протест. Что общество проснулось. Это уже колоссальный результат всех этих наших протестных акций. И власть рано или поздно будет вынуждена на это реагировать. Может быть, не сейчас на выборах в Госдородуме. Но это долгосрочно имеет эффект, и власти придется с этим считаться. А то, что Зюганов заявил, что оранжевые проказы, но это уже все, он расписался. Где касса, где плодит? Он себе подписал политическую казнь этим заявлением и стал политическим трупом после этого. Что, наверное, не удовлетворяет даже его собственных коммунистов, рядовых членов партии. Тише, тише, тише. Ребята, не так, не так. Давайте ожидать. Я поручитель захода. Так вот, это дело без состава преступления. А мне в состав преступления. Я разделяю взгляды по два. Вы считаете, что это дело политически мотивировано? Считаете ли политически мотивировано? Абсолютно. Именно политически мотивировано. Потому что он носил передачи украинским морякам в Лефордово. Потому что он стоял с пикетом у администрации президента с требованием обмена на Донбассе всех на всех. Безусловно, он выступал против дела нового величия. Это действительно, относительно него, совершенно политически мотивированное дело. Я не хочу говорить о перспективах. Я знаю, что люди добиваются диалога, а власть отказывает им диалоги. И это очень, очень ведет к тяжелым последствиям. Скажите, а как Вы относитесь к идее нового голосования, которого предлагает Алексей Навальный? То есть не прокатировать выборы, а все-таки идти на них, голосовать? Значит, у нас есть кандидаты в Мосгордуму, за которых мы считаем необходимо голосовать. Не надо голосовать за всех подряд. Не надо голосовать лишь бы за кого. Надо голосовать за тех кандидатов, которые представляют Ваши взгляды, а не просто так. А вообще, в Мосгордуме должна быть 100 человек, 110 человек, а не 40 человек. И закон о выборах в Мосгордуме должен быть совершенно другой. И этого нужно добиваться. Это важнейшая задача. Точно так же, как нужно добиваться создания общественных комиссий по контролю за правоохранительными органами. Создавать общественные комиссии по контролю за тем, что происходит в городе. Создавать нормальную судебную систему в стране. Добиться отставки и расформирования Мосгордуме. Мосгордуме в связи с тем, что при проверке подписей, те, кто их проверяли, очень часто ошибались или даже фальсифицировали это. Поэтому допущены должны быть все, кто сдал подписи. Если власть не может проверить подписи без ошибок и фальсификации, пусть она не спрашивает граждан, чтобы граждане ей делали идеальные подписи. Раз она не может этого делать, а процедуру эту сохраняет, тогда пускай всех, кто собрал подписи, допускает. И тогда пускай люди решают, кого они хотят видеть своими депутатами. Это совершенно очевидная вещь. Просто очевидная. А манипуляции с подписями у нас происходят очень давно. Очень давно. Вы посмотрите, вот в 2018 году какое количество так называемых кандидатов президенты не собирали подписи, а их допустили. Потому что так политически было выгодно. А это совершенный произвол в случае с Котовым. Не только с Котовым. Скажите, а за каких кандидатов вы пришлась в Котовым? За Медрогина, за Пунимаюча. Я поставила подписи за вас. Спасибо. И мои соседи тоже. Собовники Пуэра. За Руглова. За Бичи Единого. Я с этим тоже должен постоять. Спасибо. 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 Я хотел спросить ваш мнение про все это движение, которое выросло, и все это внешность. Ну, это еще далеко до движения, это еще не движение, это просто протест граждан. Ну, до статуи сильные, никто не ожидал, что будет такой сильный. Бывает, не надо иллюзий. Вы же в 12-м году здесь появились. Не надо иллюзий, это долгая, длинная дорога, нужны политические структуры. Когда появятся крупные политические структуры, когда будет большая политическая партия со своими лидерами, со своей программой, тогда начнутся изменения. И пока этого не будет, ничего не будет. Вы думаете, что позиция готова на это? А позиция готова, потому что обычно это фрагментация, это процесс между позициями. Поэтому, а вы видите, что возможно объединение? Вы видели, какая в Мадриде фрагментация? Ну, так вот, что вы спрашиваете, так люди устроены. Люди устроены, фрагментации нет только в фашистских странах. Конечно, конечно. Ну да, поэтому и не надо никаких иллюзий строить. Но если одна сила будет большая и доминирующая, то на время она будет консолидировать всех остальных. Потом опять все разойдутся. А вот, слышали, есть такая страна Италия? Да. Вы видите, что там с политикой? А теперь еще и в Британии. Британия теперь выглядит как Италия. Вы думаете, что яблоко будет? Да, только кухня хуже. Это сила, которая будет объединена и все? Яблоко пока существует. И мы открыты для этого. И мы готовы, и мы хотим это сделать. Больше никого нету. Но не все хотят. Не все хотят. Но не все хотят. Никто, нигде, все не хотят. Только, вы сами знаете, в тоталитарных странах там тоже все не хотят, но всех заставляют. Но это вот такой процесс. И потом, это не должно быть объединение фигур и телеперсон. Это должно быть объединение граждан. А граждане гораздо более склонны к объединению, чем политические фигуры. Поэтому вопрос просто дотянуться до граждан. Вот в чем дело. А невозможно только все время рассуждать об этом на уровне отдельных персон. Отдельных персон, да. Ну и все. Спасибо. Не кажется вам, что все партии, в принципе, демократического либерального спектра ставят перед собой палеотивные как бы цели? И главная цель... Их просто нету, этих партий. Как нету? Может они изъявят палеотивные цели, но я их просто не знаю. Так вот, может быть, сначала цели поставить, потом уже... Вокруг этих целей будут группироваться все. Пожалуйста, я вам цели перечислю за одну секунду. Разделение властей, правовое государство, частная собственность. Так вот это надо громогласно заявлять. Так я гром... как еще громогласно? Что тут громогласно? Вон в Конституции все написано. Как еще вам? Путин-то все это похерил. Это не только он. Это такую сделанную систему в 90-е годы, что она от этого всего отказалась. А можете, пожалуйста, прокомментировать следствие по делу Константина Коэтова? Уже завершилась рекордная... Нет, это... Никто не мог его защитить и его спасти. А состава преступления-то нет. Вот вам все дело позже. Ага, вы считаете... Я поручитель. Я был в суде уже вчера целый день.